Всем привет! В этом ролике я расскажу о партии, которая состоялась 2 мая 1966 года в матче Петросян-Спаский. В первом матче Борису Васильевичу тогда не удалось одолеть грозного соперника. Я имею ввиду в матче, и пришлось проходить еще один отбор, что было в те времена настоящим подвигом. После ходов К3, К6, Ж3, Ж6, С4, С7, С2, 0-0, 0-0, К6, К3, Д6. Позиция из английского начала после хода Д4 перешла в систему староиндийской защиты, в которой белые фианкетируют слона на Ж2. Если более конкретно, к югославскому варианту, вот этот вариант К6, А6, где черные собираются играть на ферзевом фланге путем ладья Б8 и Б5, называются югославским. Аврух в своей книжке рекомендует ход ферзь Д3. Я считаю объективно сильнейшим ход Д5, потому что белые захватили пространство и ставят серьезные проблемы. Но на деле есть еще масса других ходов. Х3, слон Е3, слон Ф4. То есть, выбор у белых достаточно богатый. Ход Д5 просто он напрашивается. Дело в том, что коню плохо уходить на край доски, там на Б8, это потеря двух темпов. На А7 он рискует точно так же, как из поля А5, не войти в игру. Размен коней на Е5 выгоден белым, потому что убивается слон Ж7. После коня А5, конь Д2, конь на краю, все время рискует попасть под ход Б4. И хотя, кроме хода Ц5, по-моему, не проигрывает ход Ц6. Но выглядит это продолжение, ну как минимум, странно. Потому что все время нависает угроза над лошадью. После Ц5, ферзь Ц2, Борис Васильевич сыграл Е5. Основными ходами являются продолжение ладья Б8, ну или слон Д7, с идеей провести Б5 как можно быстрее. У хода Е5 есть, на мой взгляд, существенный недостаток. После А3 всерьез пограживает Б4. То есть, например, не годится ферзь Ц7, потому что после Б4 ЦБ, АБ, конь бьет Ц4. У белых имеется сильный удар, конь Б5. И после, скажем, ферзь Б6, конь бьет Ц4, ферзь бьет Б5. Еще один мощный удар ладья А5. Белые отыгрывают пешку на Д6, потому что невозможно ферзь Д7 из-за вилки, конь Б6. Ну и получают существенный перевес за счет мощных проходной в центре. Ну и такой очень активной позиции фигур. То есть, ход... Если черные играют Б6, то после Б4, конь Б7. Все-таки конь черных на Б7 является такой фигурой, которая в бой тоже быстро войти не может. И задача белых потихонечку подготовить игру на королевском фланге. То есть, вообще, на самом деле, в этих линиях белым нужно сдерживать противника на ферзь. И стремиться создать атаку на королевском. Кстати, забегая вперед, скажу, что у Петросяна получилось именно... Сделать то, что требуется в этой позиции от белых. Хотя, на мой взгляд, играл он не лучшим образом, но это компьютерно не лучшим образом. По-человечески игра абсолютно понятна. Б3 укрепил пешку С4 и борется за центр. После Ф5 кажется, что черная сильнейшая сторона на королевском фланге. Ну и действительно, игра черных здесь вполне неплоха. ЕФ, ЖФ. Брать на Ф5 белые должны, иначе после Ф4 белым дадут мат на королевском фланге. А на ферзевом у них контр-игры нет. При этом, коня 5 черным для создания атаки на короля может и не потребоваться. Поэтому ЕФ выглядит самым разумным решением. Особенно в свете того, что белым нужно задуматься о том, как начать играть самим на королевском фланге. То есть, очень интересным ходом здесь был слон Б2. Ну, такой очень естественный, натуральный ход. Раз уж сыграли Б3, то и слона на Б2 надо поставить. С дальнейшим, ну вот, примерно таким продолжением. Белые хотят где-то прогнать конец Ж4, хлопнуть Ф4 по центру. Конь Д1 идет либо на Е3, либо на Д3. И концентрация белых фигур на королевском фланге может оказаться очень неприятной для черных. В партии последовала немедленная конь Д1. И после Б5 и Ф3 черные сумели провести Е4. В связи с чем у них образовался великолепный конь на Е5. То есть, ужасный конь на А5 и великолепный конь на Е5. В свете того, что в лагере белых еще несколько ослаблены белые поля. И черные, то есть, ослаблено положение короля. Позиция черных кажется, ну, просто существенно лучшей. И после ЖРФ Борис Васильевич решил найти выигрыш. В связи с этим было сыграно слон А3. Ход неудачный, позволивший Тиграну Вартановичу перехватить инициативу. И создать, ну, натуральный шедевр. В связи с чем партия попадет у меня не только в рубрику классическое наследие, но и в рубрику шедевры. В общем, стоило пойти либо конь Ж6, либо взять на Ф4. На ладья бьет Ф4, Ферр, Ж5, шаг. То есть, пешку отыграли. И ладья через А7 подключается на Ж7. Конь А5 получает возможность потихонечку через Д8 и Ф7 перебраться на королевский фланг. После слона А3 ход Тиграна Вартановича не самый очевидный для тех, кто не знаком с его творчеством. Но изучавшие классическое наследие знают, что один из любимых приемов Тиграна Вартановича Петерсена это позиционная жертва качества. В данном случае белые отдают качество в защитных целях. То есть, здесь уже вроде бы не так здорово ладья бьет Ф4, потому что после вот этих разминов угрожает ладья Ж1 с матом. И черным приходится идти в худший Эршпиль. То есть, пешка Д сейчас потеряется. Хотя не исключаю того, что Эршпиль можно удержать. То есть, жадное слон бьет Ф1 привело к тому, что у белых не осталось плохих фигур. Вышел конь с Д1, вышла ладья с А1. То есть, слона Х3 черные отдали не за ладью Ф1, которая отлично работает, а за ладью А1, которая спала. И здесь после конь Ж6 еще один мощный удар. Слон Ж4 угрожает слон Е6 шаг с отыгрышем материала. Проигрывает теперь ладья бьет Ф4. И после ФРЖ8 белые матуют ФРЖ7 и ФРЖ7 мат. Стоило сделать форточку королю А6. И хотя у белых мощный слон на Е6, Конь А5 по-прежнему спит. Шансы черных отбить, нейтрализовать инициативу белых остаются. Также интересно было попытаться разменять Ферзей. То есть, хотя у белых очень мощная позиция, качество уже 100% надо отдавать. Висит на Д6. Но, тем не менее, тоже шансы на защиту сохраняются. В партии последовал более такой натуральный ход. Черные забрали пешку Ф4, пригрозили ходом ФРЖ5. Прикрыли пункт Е6 конем. И на мгновение может показаться, что инициатива белых легко нейтрализуется. Ферзь выходит на Ж5. Ладья через А7 идет на Ж7. Конь А5 давит на пешку С4, а в дальнейшем через Д8 и Ф7 попадет на Е5. Но, на деле, это не так. Еще один удар, еще одна жертва качества, ради того, чтобы активизировать все свои оставшиеся фигуры. В связи с тем, что Конь А5 спит, по сути, у белых сейчас 3 фигуры и Ферзь борются с Ладьей и Ферзем Черных. То есть, у них 3 фигуры за Ладью. При этом Черный Король в опасности. На Короле Ф8 последует ФРЖ8. И, несмотря на то, что немедленного мата не видно, ясно, что спасти эту позицию Черные не в силах. Потому что на Короле Ф8 ФРЖ6, на Короле Е8 ФРЖ6, ФРЖ5. Приходится выдвигаться Королем в центр. Ну и здесь, я не знаю, можно и Конь Ф3 даже пойти, наверное. И, ну, Конь Ф3 с угрозой ФРЖ7 маты или ФРЖ6 выглядит очень неплохо. Ну и ФРЖ6 немедленное, наверное, позволяет заатаковать. Нет, ФРЖ6 давайте не будем. Конь Ф3 мне очень сильно нравится. То есть, если Черные бьют на Ф3, то Конь Ж4, Король Ж5, ФРЖ6 мат. Наверняка есть и другие способы. Борис Васильевич закрылся Ладья Ф7. И Белая лошадь. Вот сравните любого из белых коней с конем на А5. И вы поймете, что идея выигрыша двух качеств, Ладья А8, к тому же спит, была не самой продуктивной. После ФРЖ4, ну, Черные как-то хотят на Е1 выскочить на Ж5. Ну, после, ну, Белая просто сыграли, Коль бьет Д6. И выясняется, что Коня на Е3 бить нельзя. Так не сыграли, потому что после СЛОН Ф7, Король Ф8, ФРЖ8, Король Е7, Конь Ф5. Шаг. Погодите, так или не так? Или я что-то путаю? Давайте поймем, что тут у нас на Ферзь бьет Е3. Очень не хочется вас обманывать. СЛОН Ф7, Король Ф8, ФРЖ8. Можно дать Конь Ф5. Можно, наверное, взять на А8 просто. И Король уходит от шагов. Ну, Конь Ф5 тоже выглядит. Вот так вот все поставили под защиту. Брать на Е6 нельзя. И на Король С7 можем уже не мотовать, наверное, а просто взять на А8. И партия закончится. А можно дать шаг на Ж7 и забрать Ферзя, что будет, несомненно, более правильно. Вот, то есть, Коня брать нельзя. После ФЕ1, Король Ж2 вариант абсолютно такой же. Борис Васильевич защитил ладью. И Тигран Вартанович, симпатичный парой ударов, с лихвой отыграл пожертвование. Итак, вернул назад первое качество. И нанес такой удар. Шашечный. Шашечная тема. То есть, черные сдались. Ввиду того, что после взятия Ферзя, Конь бьет Ф7, Вилка, Конь бьет Ж5. И у белых остается лишний Конь. При этом, на А5 Конь так и остался вне игры. Несмотря на то, что в дебюте есть вопросы к игре Тиграна Вартановича, ну и Бориса Васильевича, в целом партия очень наглядно иллюстрирует идеи обеих сторон. И, на мой взгляд, вполне заслуженно является шедевром шахматной культуры мировой. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, дизлайки и так далее.